Всем привет, друзья! Сегодня у меня рубрика ответа на ваши вопросы снова. Читаю ваши комментарии, как всегда, вижу, очень много вопросов задаете. И немножко расскажу вам про нашу обстановку, атмосферу, что мы, как мы, где мы. Я сейчас немножко нашла времени себе и села вот на балконе. Мы тут порастелили подушки от старого дивана, еще ур забрал их. И мы вот на балконе их расстелили, хотим купить сюда столик какой-нибудь, стульчики, тут большой балкон. Я как только уберусь, я вам обязательно покажу, потому что сейчас, ну, мне просто стыдно. Я не то, что у меня нет времени там убраться, не могу убраться, просто, ну, во всей квартире такое у нас, я уже говорила, хлам, бардак. И хочется все, чтобы прям хорошо-хорошо было. Я начинаю убираться в одном месте, иду убираться в другое, начинаю выносить в том, где я уже убралась. В общем, все это переношу, ношу. Вчера, наконец-то, нам установили кондиционер. Причем так интересно. Я не знаю, почему так долго их ставили. Урс сначала заказал один большой, я уже говорила, в салон. Мы его не стали ставить, потому что в салоне очень много вещей. Очень много, мы там тупо даже не сможем спать. Он заказал еще два кондиционера, и получилось так, что эти кондиционеры, он, этой же фирмы, он сказал, не будем ставить салон, потому что лучше позовем сразу сервис, одновременно нам во всей квартире поставят. Вот. А потом я ему говорю, а почему ты два кондиционера сказал? Нужно еще один. Он говорит, ты же сказала, детям в комнату не будем ставить. Просто мы 20 раз думали, ставить детям в комнату кондиционер или нет. Там у них маленькая комнатка, в принципе, она рядом с нашей комнатой. Если будет открыта наша комната, то к ним тоже будет поступать воздух холодный. Просто я немного побаиваюсь этих кондиционеров, все-таки от них простыть так бы просто. Ну, я ему сказала, нет, говорю, будем заказывать. Он говорит, давай тогда вот эти, которые я заказала, мы поставим детям в комнату, а маме мы в комнату закажем, ну, другое поставим, потому что у мамы комната меньше, чем у детей получается. У нее там только один диван стоит, и вот шкаф тоже заказали, должны привезти. Я говорю, да, мне без разницы, в принципе, куда какие ставить, говорю, сам решай. И он заказал еще один кондиционер. Так вот, вот этот последний кондиционер, который он нам показал, нам привезли еще два дня назад. Нам его привезли, он позвонил в сервис, а он заказал уже другой фирмы какой-то. Он позвонил в сервис, и на следующий день приехал, вот вчера буквально. Вчера приехали, поставили нам этот кондиционер, и мы спали все вчера у мамы в комнате. Детям я постелила матрасы на полу, сами мы на диване, потому что, ну, очень жарко сейчас, реально днем под 45 градусов. Ночью я смотрю 36 градусов, в квартире жара, и мы решили несколько дней поспать у мамы в комнате, пока мамы нету. Ну, и потом, когда он уже приедет, собственно, уже и нам кондиционеры поставят. Ну, короче, мы сегодня спали хорошо, я наконец-то выспалась. Я реально, у меня уже голова просто мутная, я не знаю, какие видео я записывала, что я вам рассказывала, не рассказывала. В общем, тяжеловато. И, ну, именно при такой жаре, видимо, оно все притупляется, и так плохо себя чувствовала. Но сегодня вот хорошо поспали. Вот, я хотела вам еще рассказать про наши планы. Мы на выходные едем снова в отель. Сейчас нам пишут, о, опять в отель. Такие комментарии читаю иногда, вот поражаясь, думаю, вот пишут там, вот, у детей нет своего дома, почему дети там постоянно по отелям ездят. Друзья, вот мы сейчас едем, например, на выходные в отель, мы едем со своими друзьями, мы с ними договорились, они тоже, ну, моя подруга, она русская, муж у нее турок, и у них тоже трое детей. И мы с ними давно не виделись, как я прилетела, мы еще с ними не виделись. И вот мы вместе с ними договорились поехать отдохнуть на пару дней. Такая жара, хочется и в бассейне покупаться, и в море покупаться, ну, в море, понятно, мы можем так сесть, но бассейн у нас нет, детям интересно бассейн. Плюс ничего не надо готовить, не надо стирать, убирать, в общем, ничего не надо делать. Почему бы нам не поехать с друзьями встретиться, отдохнуть в отеле. Ну, и в будущем я тоже думаю, что в любом случае пока есть такая возможность, если нам позволяют финансы, почему бы на выходные не ездить по разным, например, отелям или каким-то красивым местам куда-то вот, ну, то есть мне кажется, что это интересно и разнообразно. Это лучше, чем сидеть дома, тем более сейчас, когда у нас не везде есть кондиционеры. Ну, и, собственно, вообще зачем сидеть дома, если можно куда-то путешествовать. Вот, поэтому у меня сегодня не только уборка, у меня сегодня еще и сборы, я собираю чемодан, хоть мы и немного вещей берем на два дня, но все равно там кто-то взяла, кто-то взяла. Теперь еще сложнее, что трое детей нужно сообразить, трое детей, плюс еще муж, которому вещи тоже я, естественно, собираю, он на работе. И я все должна это сосредоточиться, значит, что мне взять маленькой, что мне взять постарше детям, каждому вот так, столько-то футболок, столько-то шорт, это пригодится, это, 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 потом мужу шорт, это обязательно я что-нибудь забуду. Хотя, ну, вроде как бы так стараюсь все запоминать, но все равно тяжело, для каждого нужно там персонально, ага, там Демиру нужно это взять, Керемову это, Насте надо это взять, обязательно не забыть. Для Насти еще сложнее, потому что у нее еще есть там и памперсы, смесь, я еще докармливаю ее, водичку там надо взять, то-то, 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 ну, в общем, очень много, на всякий случай там какие-то лекарства брать. Короче, все беру, поэтому у нас получается очень много вещей. Едем мы в отель, в котором мы уже были несколько раз, он такой супер бюджетный, ну, как бы сейчас цены, конечно, высокий, очень сезон, поэтому мы решили в такой, ну, обычный отель недорогой съездить. Сейчас расскажу вам попозже, что за отель, и покажу, тоже обзоры сделаю, на втором канале тоже сделаю обзоры. Ну, между делом, то есть мы отдыхаем, да, и между делом я снимаю видео и вам показываю, кому вот интересно, я знаю, что многим интересно, поэтому я вот рада, что вы смотрите, и вам как бы интересно, потому что многие пишут, зачем вы это вообще выставляете там свою жизнь, свою какую-то там, не знаю, историю, свои какие-то отношения или еще что-то. Не знаю, я считаю, что я ничего такого сверхъестественного не выставляю, что-то личного я не показываю, не рассказываю, просто вот рассказываю, как у нас есть, и показываю, не знаю, жизнь нашей семьи, почему бы нет, вот, тем более, что я могу на этом еще и зарабатывать деньги. Ну, как бы, тоже я всегда это говорю и не скрываю ничего, вот, и мне это интересно, я по привычке всегда снимаю видео, главное, что мне это интересно, и мне интересно с вами пообщаться, мне интересно комментарии ваши почитать, и вообще мне просто интересно снимать. Я уже не могу без телефона, не могу ничего, ну, вот, сейчас тоже очень много мыслей, думаю, сейчас пока все спят, я думаю, выйду на балкон, все это расскажу, потому что, когда мы поедем в машине, там, нужно будет за детьми смотреть, то, все, в общем, это будет, как бы, такое все сумбурное видео. А сейчас спокойно на балкончике сижу и вот с вами болтаю. Что еще хотела рассказать? Про вещи, вещи, да, вот, собрала. Ой. Ну, вот, сейчас он на работе, в обед он приедет, заберет нас, чуть-чуть работы пораньше отпросился на час, но он до четырех работает, где-то в три он за нами приедет, и, собственно, мы поедем. Друзья у нас на своей машине поедут, мы на своей, конечно, машине, ехать недалеко, отельчик находится в поселке Гюнюк, там очень красиво, красивая природа, в общем, очень классно. Вот, вспомнила, кстати, про природу и прямо сразу аж грустно стало. Пишите очень много комментариев про пожар, спрашивайте, как у нас дела, как вот пожар, как не дошел ли он до нас. Друзья, я прямой эфир сделала вчера на другом канале, ну, точнее, я его делала сегодня, это видео выйдет завтра. Я сделала прямой эфир, честно, не хотела, как бы, записывать никакие такие видео, потому что, ну, не знаю, столько пострадавших, столько природы испорчено, животных умерло, да, погибло, и так все это грустно, и так такая обстановка нагнетающая. И еще вот я вот тут с такими видео, но ко всем видео вы сейчас пишите комментарии, спрашивайте, как у нас дела, я понимаю, что вы переживаете за нас, я понимаю, что вам интересно, как мы тут, что мы. Мы живем в Анталии, я вот как раз в прямом эфире это рассказывала, мы живем в Анталии, в самом центре, а пожар был, первый пожар был в Манавгате, его уже потушили, и потом были пожары в Бодруме, в Мармарисе, в Адане, и какие-то еще. В общем, во многих городах Турции это были поджоги, ну, по крайней мере, уже говорят, что это вообще спланированная акция, я не могу ничего утверждать, я говорю то, что пишут в интернете, как бы, факты я не знаю, просто говорю, что вот в интернете пишут, что это был поджог, и уже одного человека поймали подозреваемого, слава богу, пожары потушили, и вот, мы живем в Анталии, пожар был в 70 километров от нас, поэтому у нас эта тема никак не затронулась, у нас нет никакого запаха гари, никакой, ни дыма, ничего у нас нет, я вам сейчас покажу нашу погоду здесь, как все выглядит, вот, так что спасибо всем за переживания, и приношу свои соболезнования тем, кто пострадал, слава богу, погибших мало, но очень много пострадало животных, разных ферм, сельское хозяйство, то есть там поля, ну, в общем, очень много всего пострадало, и, конечно, это очень страшно, вот, так что, вот, Настя проснулась, вот, показываю нам, вам вид с нашего балкона, видите, у нас ни облачка, ни тучек, ничего нету, конечно, никакого дыма, запаха, слава богу, мы живем далеко от этого, у нас обычный турецкий райончик такой, сейчас у меня уже новый вид из окна, мы раньше жили буквально вот за вот этим вот домом, раз, два, три, и за ним наш дом стоит, предыдущий, который мы вот продали квартиру, сейчас мы снимаем здесь вот этот магазинчик, есть, и здесь вот туда, в ту сторону идти, там вон горы видно, и базар, собственно, вот кондиционер, который нам поставили, один из, вот, там, у нас дворик хороший, у нас забор, все ограждено, мотоцикл Ура, который он собирается продавать, наша машина вон стоит, тоже ее будем продавать, потому что новую уже купили, вот, и, собственно, вот такой вот у нас тут дворик, и вы спрашивали про наших попугайчиков, вот, они, естественно, мы их забрали с собой, когда Ур был в России, мы Холе отдавали соседке, она за ними смотрела, вот здесь два, и вот здесь еще три, ну, это Ур за ними смотрит, я вообще про них ничего не знаю, а, нет, он еще один, 4, 4 здесь, вот они красавчики такие, 4 здесь и 2 здесь, ну, он их будет отдавать, или продавать, я даже не знаю, что он будет с ними делать, потому что это очень много для нас попугайчиков, раньше он их как-то разводил, занимался, но сейчас уже мало времени на это, поэтому мы будем, как бы, не знаю, их либо отдавать, либо раздавать, ну, пока вот они у нас живут такие вот, а то вы все просите показать их, скоро мама еще собачьих привезет к нам, так что у нас будет много животных, не знаю, как для семьи уследить, мы когда уезжаем, видите, у них кормушки большие, здесь Ур насыпает еду, сейчас он приедет, как раз будет все делать, еду и насыпает воду, наливает две большие кормушки, им на неделю хватает, видите, вот они полные здесь, что он здесь насыпал, а наверху нет, и хватает это на неделю, поэтому, как бы, их можем спокойно оставлять, они у нас дома, вот, не на улице, им тут комфортненько, хорошо, сейчас им водички налил заодно, раз уж мы тут подошли к ним, поменяем, я помню, я с Керемом когда-то так вот видео записывала еще, на ручках тоже он маленький был, я его так держала, сюда и видео записывала, привыкла уже, все, она проснулась, прощаюсь с вами, друзья, скоро будет видео о нашем путешествии, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и увидимся с вами в следующем видео, всем пока-пока!